Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про укоренение черенков винограда. А точнее мы поговорим про самые простые способы проращивания черенков. Первое это подготовка черенков. Мы делаем срезы приблизительно на сантиметр ниже самой нижней почки. И помещаем в водичку на вымочку. Воду можно добавить в марганцовки, сделать розовый раствор, подержать часика-два, потом воду поменять на обычную. Готовим опилки. Насыпаем кастрюльку, просто заливаем кипятком. Не надо, чтобы они плавали, просто чуть-чуть по поверхности равномерно разлили, крышечки закрыли и дали полчасика постоять. И все, теперь мы это ставим проращиваться в те среды, которые мы выбрали для себя как наиболее удобные. Запаренные опилки. Важно, чтобы они были остывшие, ну и чтобы с них не текло. Они просто вот такие вот хорошо влажные. Видите, на дне, там уже где водичка, там да, они текут. Но мы их будем отжимать. То есть такие мокрые нам не надо. Закладываем пакетик любой целлофановый. Главное, чтобы пакетик был целый. Так, и помещаем сюда наши череночки. Так, чтобы, ну, примерно вот столько, может, вот столько их оказалось на опилочках. Вот. Делаю такую углубленницу. Ставлю. Можно пакетики подбирать поуже. То есть тут все зависит от вашей фантазии, вашего удобства. Также можно использовать кокос, можно использовать мох. Ну, все. Смотрим, что попилочки там прилегали к череночкам. К череночкам. И завязываем. После подготовки мы ставим наши черенки на подоконник. Смотрите, то, что стоит в воде. Примерно 2 см уровень воды. И вот здесь малярочка наклеена как раз-таки для того, чтобы этот уровень воды поддерживать. То есть здесь важно, даже если вы наедлете чуть выше или чуть ниже, это не страшно. Важно, чтобы уровень воды был плюс-минус постоянный. То есть нам надо на что-то ориентироваться. И обратите внимание, баночки заклеены. Для чего это делается? Если у нас банка прозрачная, сюда проникает свет, соответственно, в водичке могут жить различные микроорганизмы. Вода быстрее начинает закисать. Если мы ее вот так вот в темноту поместим, нам будет проще. Итак, смотрим, что у нас здесь получилось. И вот смотрите, что у нас здесь получилось. Такие красивые корешки. Конечно, пока что метелочка не у всех. Но вот здесь видно. Здесь пошел корешок. Здесь пошел корешок. Здесь вот тоже один я обломала. Но видно, что вот в этих трещинках буквально одинечек-другой. И мы получим, в принципе, вот такую же картинку. И что еще важно, показываю верхнюю часть, всю часть черенков. То есть почечки у нас живые все. Но они не очень большого размера. А вот это череночки, которые стояли в водичке. Смотрите, здесь тоже хорошие корешки. Где-то вот совсем вот такая метелочка. Где-то, ну вот видно тоже здесь, например, корешочек. Он пробивается. И буквально одинечек-другой уже будет. Но верхняя часть, смотрите, какая большая. И на самом деле это не всегда хорошо. И об этом мы с вами поговорим отдельно. И теперь высаживаем наш черенок в землю. Смотрите, важная земля влажная, но не мокрая. Вот она делает комочек, при этом достаточно легко рассыпается. Насыпаем землю в емкость. Емкость может быть любой. Какой-то стаканчик. У меня это пакетик. Немножечко уплотняем. Берем наш черенок. И смотрите, в зависимости от черенка, если черенок не очень длинный, то будет хорошо высаживать где-то вот на такой уровень. Потому что у нас корешки идут вниз. Если же у нас черенок длинный, показываю. У меня длинный, вот верхняя почечка уже такая большая. Значит, я его сажу приблизительно на такой уровень, чтобы он не опрокинул ту емкость, в которой он сидит. Вот это идеальный вариант корешков для высадки. Если корешки длиннее, может быть, посадка затруднена. Это будет не совсем удобно. Но ничего страшного, если переросли, уже высаживаем как есть. Значит, ставим наш черенок. Засыпаем сверху земелькой. И аккуратненько уплотняем, буквально чуть-чуть. Не надо эту землю трамбовать, это будет плохо. Тем более, если бы я высаживала в ванночку, я вообще ничего бы сильно не уплотняла. Но поскольку у меня пакетик тоже вот чуть-чуть, и в процессе, вы видели, немножко пальчиками я эту земельку притаптывала. Но совсем немного. Да, забыла сказать, обратите внимание, у меня в пакетике внизу отверстие. Если мы высаживаем в какую-то баночку, то тоже внизу должно быть отверстие для нижнего полива. И теперь мы наш саженец помещаем в какую-то емкость с водичкой на пару часиков. Земелька наберет влагу, именно столько, сколько нужно. И при этом, если мы сверху поливаем, мы больше уплотняем эту землю, что нам не нужно снизу, она останется более рыхленькой. Сильно большую разницу в укоренении черенков на воде и в укоренении черенков на каких-то воздушных средах. Я вам показала пример с опилками. Это может быть, повторюсь, кокосовое волокно. Это может быть мох. Мною замечено за несколько лет, что бывает на воде корешки появляются чуть позже. Основная разница, в чем я вам показала, на воде у нас просыпаются уже большие зеленые побеги. Если мы говорим о тех же опилках, то у нас есть корешки и видно, я уже не буду даже сильно приближать, зеленая почечка либо зеленый росточек, но верхняя часть, она меньше тянет питание. В определенное время вот такое вот слишком бурное развитие верхней части может стать проблемой. Ну, в принципе, как вы видели, результат есть и там, и там. Что выбирать, какой способ укоренения решать, конечно же, вам. Лично я предпочитаю больше воздушные среды, потому что я в опилочке поставила, да, и забыла. В воде все равно надо контролировать уровень. Есть, конечно, варианты, когда придумывают там какие-то плавающие платформы, что-то еще, но, опять же, для меня это лишнее действие. Ну, что выбирать вам, уже вы решите самостоятельно. Ну, и сегодня я вам показала самый простой вариант укоренения черенков. Если вы приложите какие-то дополнительные усилия, например, даже бороздование нижней части черенка, то есть нанесение неглубоких надрезиков, ну, там достаточно по коре черенка обратной стороной ножа, в таком случае корешкам будет пробиваться несколько легче. Если вы будете использовать корнестимуляторы, то же у вас корешки могут появиться несколько раньше. Но с корнестимуляторами надо быть аккуратными. По этой теме есть отдельное видео, ссылку я вам оставлю. Ну, а, в общем-то, желаю удачного укоренения вашим черенкам. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды, снимай контакты. До новых встреч!